Сегодня я проживу один день в роли президента Лос-Антоса, и прямо сейчас я хочу проверить, получился бы из тебя призрак, хороший президент. Если успеешь поставить лайк за 3 секунды под этим роликом, то ты станешь отличным президентом Лос-Антоса. Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я Гост, и сегодня мы с вами станем президентом Лос-Антоса на один день. Как вы видите, ребята, Майкл у нас находится в окружении охраны и на своем собственном острове, потому что он стал президентом. И сегодня мы посмотрим, как же он живет. Ну что ж, в самом начале этого ролика, ребята, хочу попросить вас не забывать ставить лайки. Мне будет очень сильно приятно, а у вас это займет всего лишь пару секунд. Поэтому, дружище, прямо сейчас тебя лайкос! Конечно же, подписка на канал, если ты еще не подписался, и обязательно нажимай на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Ну что ж, давайте, пожалуй, начнем с осмотра наших президентских апартаментов. Живу, как вы уже поняли, я на таком отдельном острове от Лос-Антоса. Остров, кстати, очень близко находится с военной базой, поэтому в случае какого-то нападения или чего-нибудь еще, сюда сразу же выдвинется военная техника, военные вертолеты, которые будут меня защищать. Также со мной всегда ходит несколько человек охраны. Сегодня я взял с собой троих охранников. Они пойдут со мной вместе в город, где я буду сегодня работать. А вот так, собственно, ребята, выглядят апартаменты президента. А здесь у нас такая вот небольшая столовая, можно сказать. Ну, я тут просто обычно обедаю. В общем-то, здесь можно что-нибудь поготовить, хотя, в принципе, я готовкой вообще не занимаюсь. Приглашаю сюда, если нужно, персонал, который это все дело мне делает. Небольшая вот такая ванная комната. Очень круто все, ребята, выглядит. Обожаю такие дома. Достаточно минималистично и в то же время капец как со вкусом. Давайте будем подниматься на верхние этажи сейчас. Здесь у нас вот такие ступеньки, и мы с вами оказываемся уже на втором этаже. Ну, а здесь, на самом деле, вид намного лучше. Огромнейшая просто комната, где можно почирить, поиграть в приставочку, послушать музыку. Очень круто. Еще одна вот такая ванная комната, а также бильярдик, ребята. Можно поиграть, развеяться или, например, выйти вот в эту комнату и посмотреть на этот шикарный вид. Здесь, кстати, ребята, спальня с гигантским телевизором и рабочим компьютером. Ну, или компьютером, чтобы поиграть в какие-нибудь игрушки. Хотя, в принципе, ребята, я думаю, времени на то, чтобы играть в игры у нас, конечно же, нет. Ну, а здесь вот такой вот сейф, ребята, открывать я его не буду. Там секретные вещи президента. Как думаете, что там спрятано? Вот просто напишите в комментариях. Вот первое, что приходит на ум, секретный, огромный кейс президента. Сейф чугунный, большой прям, который очень хорошо охраняется. Что же в нем может такого быть? Ну, что ж, давайте будем с вами, в принципе, ребята, выходить уже на улицу. А еще пройдемся здесь мы с вами по территории. Посмотрим вообще, как все это дело выглядит, как у нас выглядит наш остров. Кстати, рядом припаркована такая вот гигантская яхта, на которой можно будет поплавать. Но поскольку сегодня у меня, к сожалению, не выходной, мы с вами отправляемся на работу. Чтобы выбраться с этого гигантского острова, мы с вами воспользуемся собственным личным вертолетом, который находится у нас совсем недалеко. Пожалуй, сегодня я поведу. Все-таки это моя сегодня серия, поэтому, ребята, вертолетом управлять будем мы. Хотя обычно, конечно же, вертолетом управляет персонал президента, люди, которые в этом хорошо разбираются. Но в целом, надеюсь, не разобьемся. Нас, кстати, там на суше сейчас, как всегда, должна ждать машина, на которой мы с вами уже поедем дальше. То есть вертолет, по сути, у нас служит чисто как транспортом для того, чтобы переправить президента с острова на сушу. И сейчас мы с вами выдвигаемся прямиком к берегу. Сегодня достаточно много работы в штате. Нужно будет заехать в отделение FAB, потому что там появилась небольшая работенка. Но я думаю, что провожусь там до самого вечера. Так, ну что ж, все. Высаживаемся с вертолета. Здесь нас, собственно, встречает... Нас вот такой вот офигенный Rolls-Royce, ребята. Это, кстати, новая модель Rolls-Royce Ghost. Такой еще практически ни у кого нет в городе. Давайте будем в него усаживаться. Поведу так же я. Хочется мне сегодня поездить, скажем так, быть ключевой фигурой во всем этом деле. О, да, ребята, посмотрите на этот потолок. Конечно же, звездное небо. Так, музыка, музыка. Выключаем ее. Ну и вот такой вот, в принципе, у нас салончик. Чисто все по Rolls-Royce стилю. Чуваки такие сзади сели. По сути, где должен сидеть президент. Ну ладно, ничего страшного. Все, ребята, будем с вами отправляться. Сейчас посмотрим, что это вообще за машина. Она очень мощная, кстати, ребята. Под капотом 600 лошадиных сил. Посмотрите, как гонит просто. Вот так, ребят. Просто раздаем с вами на офигенном новом Rolls-Royce. Ох, президент, конечно, живет очень хорошо. Но если не брать в счет тот факт, что работы каждый день очень много. Так, как я сказал, отправляться нужно в здание FIB. Давайте поставим сразу же, ребята, меточку сюда. Вот, отлично. И будем уже потихонечку выдвигаться. Уже практически приехали. И этот, ребята, кстати, ехал и думал. Вот, по сути, у нас есть день побыть президентом в GTA. И вот интересно, какие бы законы можно было бы вести за это время в Штатах? Вот, предлагайте свои законы. Какие бы вели вы, если бы стали президентом. Я обязательно почитаю. Если, ребята, я засниму еще какой-нибудь такой видосик, то мы с вами посмотрим, что можно подобного сделать. Да, вести какие законы в штате. Так, ну что ж, мы с вами уже приехали. Так, нам нужно остановиться где-нибудь здесь. Аккуратненько заезжаем. Вот, хорошо. Машину прямо тут, ребята, припаркуем, в принципе. Не стал брать сегодня с собой очень много охраны, потому что все-таки я в правительственном, блин, здании. Ну все, отправляемся наверх. Так, отлично. Так, дайте мне пройти, парни. Все, спасибо. Так, нам, ребята, вот сюда. У нас здесь есть одна комнатка, где, собственно, я и проведу сегодня день. Что же я такого буду делать? Я, ребята, вам не расскажу. Это секретная президентская работа. И вот за той дверью скрывается нечто достаточно секретное. А может быть какая-нибудь лаборатория, думаете вы? Или что-нибудь другое? Хм, напишите в комментариях, как вы думаете, что скрывается за этой дверью. Ох, наконец-то закончил. Блин, сколько времени-то прошло. Ой, на улице уже капец как темно. Ну вот так вот, в принципе, и пролетают дни. Просто за работой целый день сидишь, сидишь, разгребаешь различные вопросы. Ох, надо бы поесть заехать, а то я капец как проголодался, если честно. Уже прям живот урчит. Так, ну ладно, все. Давайте будем выдвигаться вниз. Сейчас сядем в нашу машинку. Я думаю, пройдем куда-нибудь покушаем. А то я прям умру с голода, если это не сделаю в ближайшее время. Как же, блин, прекрасно выглядит Лос-Анто с ночью, ребят. Просто офигенно. И вот эти блики на нашем новеньком Роллс-Ройсе. Офигеть. Так, ладно, все. Давайте будем усаживаться сейчас. Да, поеду я опять за рулем. Ох, как ночью, кстати, в салоне все у нас выглядит. Надо прям заценить. О, да, вот теперь это прям Роллс-Ройс, ребята. Посмотрите, ночью, звездное небо очень хорошо видно. Я вам, кстати, даже не показал вооружение наших охранников, но, в принципе, у всех хорошие пушки, пистолеты нового поколения. Также, на всякий случай, у меня, как у президента, тоже есть оружие, которым я могу пользоваться. В случае нападения, например. И вот мы, кстати, с вами подъехали к зданию правительства. Здесь я также, как вы понимаете, работаю. Большую часть времени здесь. Но сегодня вот были дела в ФАБ. Так, ну что ж, мы с вами практически подъехали к закусочной. Так, блин, у нас красный свет. Ладно, не будем нарушать. А то, если верят, что мистер президент нарушает, конечно, это будет очень нехорошо. Там кто-то сзади, он летает. Ох, чуваки столкнулись. Ну ладно, аккуратнее. Блин, парень какой-то вообще неадекватный. Так, чуваки, вы давайте смотрите внимательно, потому что... Мы, кстати, подъехали вон к закусочной. Вау! Чего? Ты смотри! Перестрелка! Так, ребят, походу, на нас пытаются совершить покушение. Так, гоним! Парни, отстреливайтесь! Машина, если что, бронирована. Не думаю, что он сможет ее прострелить. Даже стекла, в принципе. Все, ребята, очень хорошо защищено. Но какого фига? Чувак просто решил на меня напасть? Что такое произошло вообще? Так, давай сюда свернем. Не знаю, сможет он меня найти или нет. Так, давай сюда. Вот, отлично. Так, уезжаем, ребята, на парковку. Блин, надо было с собой сегодня все-таки побольше взять охраны. Еще и кортеж можно так-то, в принципе, организовать. Но что-то я сегодня решил, ребята, раз ролик у нас решил, думая маленько подрасслабиться. Но нет, нифига, в любой момент, как видите, на президента могут напасть. Так, давай сюда. Прячемся, парни. Принимайте там чуваков. Они где-то здесь. Так, блин, вот так вот, ребят, приходится иногда все-таки тоже выживать. Потому что на президента тоже бывает объявляют охоту. Так, вон, вон, бежит какой-то чувак. Так, тихо. Да, 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 двое. Так, парни, принимайте их. На тебе. Отлично, отлично, чуваки. Стреляйте, стреляйте. Ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Главное, чтобы меня не застрелил. Так, прячемся. Хорошо, хорошо. Можно, в принципе, ребят, даже не высовываться. Сейчас чуваки все закончат. Так, давайте. Все, молодцы. Так, погоди, все. Разобрались. Ух ты, блин. Ты посмотри, просто какие-то парни на меня напали. Офигеть. Два чувака, каких-то достаточно молодые, решили совершить покушение на президента. Так, давай в тачку обратно сядем. Ох, как опасно, ребят, передвигаться все-таки президенту по городу. Так-то лучше, наверное, вообще вертолетом пользоваться, чтобы вот таких вот случаев не было. Вот, в принципе, для этого и нужна охрана президенту. Для того, чтобы выручать его из подобных ситуаций. Эх, в магазине получилось все-таки заехать. Пришлось сразу же, ребята, уезжать. Потому что, как вы понимаете, ну, это такое непростое на самом деле дело у нас сегодня случилось. Так, и сейчас нам нужно к нашему вертолету повернуть. Так, давайте, проезжайте, проезжайте. Так, давай проскачем. Вот так, отлично, все. И мы с вами, ребята, сейчас будем возвращаться обратно на остров. Потому что рабочий день заканчивается. В целом, достаточно плодотворно получилось и насыщенно. Потому что еще и напали, блин, на нас. Я думал, что такого, ребята, не произойдет, если честно. Так, один охранник у нас... Один охранник у нас тупой, походу. Надо его будет, блин, поменять. А то он что-то не может обойти, мой новенький Rolls-Royce. Все, ребята, давайте будем гнать с вами уже поскорее домой. Если честно, ночью практически вообще не видно остров, когда издали летишь. Даже в фонаре, ребята, не видно. То есть, насколько он у нас скрыт, можно сказать, от глаз посторонних людей. Так, ну что ж, давайте-ка будем высаживаться уже. Вот сюда, на взлетно-посадочную площадочку. Так, пилот я, конечно, ребят, не очень. Но, в принципе, ничего сложного, так-то я думаю. Все, хорошо. Да. Ох, что-то сегодня волны у нас вечером. Посмотри, какие сильные. Походу, сегодня будет, ребята, ночью достаточно шумно. Постоянно эти волны слышно, если поднимаются. Прям даже дома. Ну что ж, вот и все, ребята. Вот так вот прошел наш сегодняшний с вами день президента. Провели мы с вами один день в роли президента Лос-Антоса. Было, на самом деле, очень круто оказаться в этой роли. Ну и, в общем-то, ребят, вот так вот дом выглядит у нас ночью. Посмотрите, как все круто смотрится. Бассейн починили? Нет? До сих пор чинят. Ну, вообще, а? Капец, уже хочется поплавать. Хотя, честно говоря, ребята, у президента времени на то, чтобы плавать в бассейне, к сожалению, нет. Каждый день приходится работать. И даже без выходных. Ну что ж, в общем-то, давайте на этом мы с вами будем заканчивать. Надеюсь, что ролик вам понравился. Если хотите увидеть следующую часть, вторую часть, как мы будем играть за президента в GTA 5, не забывайте обязательно поставить лайк. Конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы уступить в семью призраков. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Ну что ж, с вами как всегда был я, ЖК Гост. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока!